Забрасывание мясом и боеприпасами. Военный рассказал о тактике россиян. Армия РФ стоит на советских рельсах, и еще долго будет стоять. Они реализуют тактику управления, которую руководство армии реализовывало еще в Советском Союзе. Об этом в интервью РБК «Украина» рассказал, исполняющий обязанности командира 3-й ОШБР, майор Родион Кудряшов. «Это волновые атаки пехоты, бросание подразделения, за подразделением взвод, за взводом батальон. Все это делается для того, чтобы улучшить положение своих войск, на переднем крае, то есть забрасывание мясом», — сказал он. Кудряшов также отметил сверхбольшое использование боеприпасов, которые после распада СССР являются большим профицитом в армии РФ. Поэтому выбрасывание большого количества железа на головы врагам — это тоже основная тактика РФ. И в комбинации мы имеем то же, что имели при СССР, большой навал, который применяет армия РФ, добавил он. Однако по его словам, армия РФ развивается и делает все для того, чтобы повысить свой функционал. Она так или иначе переходит на современные БПЛА, другие виды вооружения, по крайней мере, пытается. У них есть определенные результаты, но с помощью действий санкций, с помощью определенной изоляции этот процесс будет происходить долго, — рассказал майор ВСУ. Именно это время, когда армия РФ не может полноценно развиваться, мы должны использовать на все 100%. Когда нам помогает весь мир, мы должны развивать нашу армию, и убивать врага не количеством, не большими навалами, как практикует армия РФ, а современными видами вооружения, организованной армией и современными средствами, которые помогут не только сохранить жизнь солдату, но и нанести вред врагу, — заявил Кудряшов. Напомним, по состоянию на утро на утро понедельника, 22 мая 2023 года, украинские военные ликвидировали 203 880 россиян из армии, которая вторглась в феврале прошлого года. Только под Бахмутом, по словам президента США Джо Байдена, русские потеряли 100 тысяч человек, убитыми и ранеными. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины, читайте на канале РБК Украина в Телеграм.